В начале рабочей недели президент Пётр Порошенко присвоил звание Героя Украины посмертно Василию Слепаку. Оперный певец, волонтёр, участник революции «Достоинства» и «АТО» погиб от пули снайпера в Донецкой области в июне прошлого года. Также глава государства поручил правительству установить государственные именные стипендии в честь Героев Небесной Сотни. Память 5-х наймолодших за веком на момент загибели. Устима Голоднюка, Назара Войтовича, Юрия Поправки, Романа Гурика, Дмитра Максимова. И вважаю доречным установление таких стипендий в учебных закладах, где они мріяли навчатися. Очередное доказательство российской оккупации. Так прокомментировал Пётр Порошенко указ президента России Владимира Путина о признании паспортов и других документов, так называемых ДНР и ЛНР. З точки зрения международного права, это уже элементом признания этих незаконных формований и де-факто отмоги от Минского процесса, оскільки эти кроки не совместны с имплементацией Минских договоренностей. Вважаємо, що це надзвичайно тривожне явище, і воно потребує рішучих дій з нашого боку аж до посилення санкцій. Вопросы противодействия российской агрессии и укрепления стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами Америки обсудил глава украинского государства с сенатором Ричардом Дурбином и конгрессменом Майклом Квигли. Также он провел встречу с комиссаром Евросоюза по вопросам гуманитарной помощи Христосом Стелянидесом. Петр Порошенко поблагодарил за помощь от ЕС в размере 18 млн евро. Средства направят самым нуждающимся, в первую очередь внутренним перемещенным лицам. Европейский Союз признает достижения, которые сделаны украинским правительством в вопросе внедрения реформ. Мы поддерживаем ваши действия в сложных условиях, и наша помощь украинцам с обеих сторон линии разграничения будет расти и в дальнейшем. 4,5 тысячи человек вступили в ряды вооруженных сил Украины только с начала этого года. Об этом сообщил Петр Порошенко во время оперативного сбора руководящего состава ВСУ. В прошлом году в армию по контракту принято около 70 тысяч добровольцев. 2608 украинских бойцов погибли за время проведения АТО. За прошлый год украинскую армию пополнили 2,5 тысячи образцов вооружения. Ещё 15 тысяч единиц техники отремонтировано силами самих воинских частей. Как заявил Петр Порошенко, в этом году на разработку и закупку вооружения предусмотрена рекордная сумма – около 9 миллиардов гривен. Безумовным приоритетом в поточном році є відновлення надійної системи протиповітряної оборони. Створення потужного ракетного щита України. Нарощування боєвого потенціалу авіації. Артилерії. Виробництво боєприпасів. Развитку систем телекоммунікації. Автоматизованных систем управління військами і розвитки. Глава государства также поручил Министерству обороны ускорить продовольственную реформу армии. Переход на нову систему питання должен завершиться не позднее 2019 года. Меню бойцов будут составлять из 360 базовых продуктов вместо сегодняшних 60. Виктория Вашкевич, Об'єктив неделя. Виктория Вашкевич, Об'єктив неделя.